всем привет вы на канале оновчане с вами наташа 13 августа 22 мы с вами находимся на одном из пляжей высокого берега который называется пляж малая бухта также этот пляж называют бетонным пляжем что мы с вами можем наглядно наблюдать и также этот пляж называют пляж с лифтом пляж единственный где имеется лифт в районе пляжей вдоль высокого берега лифт конечно же неоспоримое очевидное удобство на пляжах высокого берега но такое удобство мы имеем только в единичном экземпляре вот как раз на этом пляже спуститься еще по лестнице нормально но вот подняться особенно на жаркий летний день это конечно же большая нагрузка для организма и здесь загрузка ограничение загрузки у лифт 5-6 человек а желающих значительно больше воспользоваться таким удобством поэтому регулярно у лифта образуются очереди нужно еще подождать своей очереди чтобы подняться наверх на набережной а 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 береговая линия у нас на этом пляже за бетонирована с целью укрепления этой береговой линии и хотя естественное натуральное галечно-каменистое покрытие здесь утрачено тем не менее здесь приобретено с появлением железобетона такое удобство как лестницы и по этим лестницам очень удобно спускаться в воду сразу погружаясь в глубину то есть не нужно преодолевать неприятные дискомфортные ощущения заходя постепенно по камням в море сегодня на этом пляже у берега мутная вода не знаю какова причина обычно такая мутная вода когда шторм но сегодня шторма нет насколько я знаю вчера его не было вода мутная не очень я бы сказала приятная для купания и очень многие люди заходят в воду поглубже заплывают глубоко там где вода прозрачная чтобы насладиться купанием в чистой морской воде заплывают вплоть до уровня вот там где люди катаются на катамаранах и на досках как бы то ни было характер погоды создает благоприятные пляжные условия для отдыха солнечно ясно жарко водичка в море у нас стабильно сейчас вонапе прогрелась около плюс двадцати шести градусов в общем как видите людей на пляже много мутная вода вовсе не помеха для купающихся и и кстати на этом пляже замечу одна из самых низких стоимостей на лежак в тени всего 150 рублей один копчан под навесом ну а теперь друзья к новости которое возможно коснется выпивающих и пьющих один депутат госдумы решил позаботиться о здоровье людей необычным образом он решил ввести запрет на продажу алкогольных напитков в жаркое летнее время года в прибрежных и парковых зонах объясняет он это тем что в жару наша сердечно-сосудистая система и без того испытывает нагрузку а если еще при этом и нагружать организм алкоголем то могут возникнуть неприятные последствия для здоровья Минздрав положительно ответил на инициативу депутата и готов рассмотреть создание законопроекта об ограничении продажи напитков крепостью 20 и более процентов в заведениях общепита в летний жаркий период в парковых зонах и других зонах отдыха на на курортная анапа преимущественно прибрежная и парковая поэтому очень интересно если примут законопроект как он отразится вообще отразится ли на отдыхе на нашем курорте но могу предположить уже сейчас что никаким образом законопроект если его примут не отразится потому что есть у меня два сомнительных момента в этой истории разумеется алкогольные напитки любой крепости можно купить за пределами заведения общепита это же очевидно это первое и второе если мы говорим о вреде алкоголя под воздействием тяжести жары на наш организм то в таком случае какая разница какой крепости будет алкоголь меньше 20 процентов или больше 20 процентов что вы скажете по этому поводу и да важно отметить что Анапа это же еще и морской курорт и принятие алкогольных напитков любой крепости в любых дозах не совместимы с морскими купаниями а вы что думаете по этому поводу по по постепенно мы с вами от одного края пляжа дошли до его противоположного края таким образом пройдя всю береговую береговую протяженность пляжа он небольшой но как видите вместительные я знаю многими очень любимый давайте представим что вы каким-то образом можете участвовать в разработке данного законопроекта о запрете и ограничении продаже алкоголя в жаркое время в прибрежных и парковых зонах напишите в комментариях что бы вы дополнили что бы изменили в этом законопроекте я с интересом почитаю и всего доброго до новых встреч еще обязательно увидимся пока